Социологические исследования показали, что более 70% россиян уважительно относятся к Сталину. Этот факт, озвученный в средствах массовой информации, конечно же, вызвал бурное обсуждение. Я с удивлением обнаружил массу людей, которых я считал не либералами и достаточно патриотически настроенными, которые, оказывается, относятся к Сталину как узурпатору, кровопийце, тирану и так далее. При этом хочу обратить внимание, что эти исследования проводятся в антитезе. Сталинские репрессии страшны, сталинские репрессии не так страшны, но при этом сталинские никуда не деваются. На самом деле я вообще сторонник того, что никаких сталинских репрессий вообще никогда не было. Это были троцкистские репрессии. Вообще вот эти разговоры, что Сталин во всем виноват, это такой досужий вымысел, который насаждается при помощи СМИ в сознании людей, для того, чтобы, в общем-то, люди перестали на этот счет думать, перестали интересоваться историей, вообще интересоваться системой управления. Потому что очень многим людям кажется, что человек в самом вершине пирамиды, государственной системы управления, он может решать любые вопросы, там, рощерком пюра. А это не так. Если, например, вы возглавляете государство, а у вас силовые министерства возглавляют троцкисты, причем кровожадные достаточно троцкисты, то они могут сажать пачками людей, и мы даже это можем наблюдать сейчас. Вот представьте себе по аналогии, когда, например, президент Российской Федерации говорит, вы что, с ума сошли прокурорскому сословию, говорит о том, что людей возбуждают уголовные сроки только за ходатайство согласно закону об обращении граждан. Вы представляете, какая система управления стоит этажами ниже, чем уровень того же Сталина или Путина, какой там есть достаточно большой люфт произвола. И, в принципе, если теоретически предположить, то никто не мешает лет через 20, например, после эпохи Путина, сказать, что это был кровавый режим, что это были лагеря, и, если посчитать количество людей, отбывающих наказание не в столь отдаленных местах, да, то, в принципе, при желании, при помощи СМИ, при помощи Акона Вертона можно насадить в общественном сознании любой тезис, и даже связанный с тем, что путинский кровавый режим, в застенках сидели предприниматели, пролетариат современный, и этот кровавый режим истязал народ, и это страшные путинские репрессии. В принципе, можно сделать точно так же. Вот этот на излете тезис, который выдыхается, мы видим сегодня в результате этих исследований, и получается, что за 70 лет народ разобрался. Народ понимает, что такое пропаганда, а убийство Сталина – это государственные перевороты. Конечно же, люди, которые осуществляли эти кровавые репрессии, они убили Сталина и повесили свои грехи на него, и это очень удобная штука. Мы ее видим в жизни на каждом шагу. Поэтому это исследование, мне кажется, надо очень внимательно воспринимать, очень внимательно следить за людьми. Отношение к Сталину – это как отношение к родине или отношение, я не знаю, к отчизне, к будущему, к детям, к Богу, к стране – это все ценностные вещи. Сталин – это человек, который построил великую страну, который ее поднял после 50-летнего угасания, ну, воспоследовавшего после отмены крепостничества, он сумел создать величайшую сверхдержаву. Даже Черчилль сказал, что он взял ее с Сахой, оставил с ядерной бомбой из сильнейшей в мире армии. При этом Черчилль не сказал, что Сталин вообще-то построил международную систему социализма. И его опыт управленческий изучается во всех, без исключения в странах мира – Япония, Израиль, Финляндия, Великобритания. И его система образования тоже является одной из эталонных в мире. Фигура Сталина – это знаковая фигура. И даже вот в этой формулировке про сталинские репрессии исследование общественного мнения очень показательной с той точки зрения, что люди все прекрасно понимают. Им можно по ушам рассказывать все, что угодно, но что такое добро и зло, люди понимают хорошо.